Программа «Музыка» представляет «Ролекс». Она одна из самых востребованных оперных певиц нашего времени, пятикратная обладательница грамми и амбициозный художественный руководитель. Чичилия Бартоли посвятила нас в свои творческие планы, рассказала, чем живет и что ее вдохновляет. Женщины на Олимпе Чичилия Бартоли. Колыбель эпохи Возрождения и родина оперного искусства. А это одна из величайших оперных певиц нашего времени, Чичилия Бартоли. Фиренция – магия, чудо-мородная. Альцина – шедевр барочной музыки Георга Фридриха Генделя, одного из самых любимых композиторов легендарной итальянской мессо-сопрано. На улицах Флоренции компанию Чичилии составила ее мать. Именно Сильвана Бацони Бартоли привела ей страсть к музыке. Оба ее родителя были оперными певцами и назвали дочь в честь Цицилии – римской покровительницы церковной музыки. Первые уроки пения Чичилия получила у своей матери, которая так и осталась ее единственным вокальным педагогом. Своим голосом она обязана именно матери. Сильвана Бартоли – генеральная музыка Георга Фридриха Генделя – Голос Чичилии Бартоли покорил широкую слушательскую аудиторию по всему миру. Аудио- и видеозаписи с ариями оперной дивы были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров. Это рекорд среди классических исполнителей. В 2016 году Чичилия Бартоли осуществила свою мечту, создав собственный оркестр старинных инструментов «Les Musicians du Prince» – музыканты князя Монако, возрождающий оригинальное звучание эпохи барокко. Голос Чичилия Бартоли – «Монако, я и с Монако, я и с Монако, и с Монако, и с Монако, и с Монако, и с Монако. «Монако» «Монако» «Essenzialmente noi usiamo le strumenti, le copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore». Субтитры создавал DimaTorzok Передать подлинную красоту шедевров прошлого – миссия, которую возложила на себя Чичили Абартоли, страстный исследователь архивов музыкальных библиотек. Она вернула к жизни произведения давно забытых композиторов. Это было интересно. Это было благодаря большим музыканам, которые, даже, у них были curiosidades, чтобы искать репертуар. Они мне выразили этот желание. И я думаю, что есть еще какая-то музыка, которую мы не знаем сегодня. И что это важно. Чичили Абартоли заинтересовалась ариями, написанными для певцов-кастратов в эпоху барокко и записала альбом в честь мастера колоратуры Фаринелли. «Откорроли» 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Чичилия Бартоли открыла новую главу своей творческой жизни. С этого года она художественный руководитель оперы «Монте-Карло». Впервые в истории престижного театра программу «Сезона» представила женщина. Звучит музыка. 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 Открывать первый сезон Чичили и Бартоли в Монако будет всемирно известный французский контртенор Филипп Жаруски. Извините, что все еще и есть. Я не думаю, что я был по-моему, чтобы нашелелся. Это очень эмоциональный шок, когда увидел её. Я не могу передать её песню. Мы очень рады играть вместе с ней. У нас есть алчимия, у нас есть волонтей для всех игроков. У нас есть волонтей для себя преимуществом, для того, чтобы быть на высшем счастье, и для того, чтобы быть впечатленным, что она предлагает, в любом случае, в истории музыки. У нового художественного руководителя амбициозные планы уместить в программе три века классики. Она также намерена продолжать выступать. Д'être sur scène, c'est... On ne peut pas comparer ça. Il n'y a pas de mot pour ça, non. C'est... On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. C'est une autre dimension. Là, on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers, bien sûr, le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada вам представил Rolex.